всем доброе доброе утро вы знаете на улице вот еду у меня такое вот ощущение будто бы была весна и сейчас вот она переходит в лето на улице жара 25 градусов 930 представляете что будет днем пляжная погода все вот иду я сегодня балкон открыла всегда балкон открываю чтобы посмотреть какая погода и уже одеваться и не подул теплый ветер думает а что там кошак черный находится прямо вообще на солнце парилка а еще я забыла дезодорантом помазаться но у меня есть он на работе представляете так как я в спортклуб собой ничего такого не нашу ну иначе мне нужно будет тележку кстати я не делала одна женщина вот идет ну вот коляска вот этого для продуктов и вот она значит не идет спортзал говорю вы тут жить что ли она тяжело все носить в руках представляете но это правильно полотенце для головы полотенце для тела носки и трусы люфте и естественно там уже набирается потом полотенце для спорта купальник сланцы шампунь вот эти все у меня хотя бы тебе тюбочки вот такие маленькие а там есть женщины кремами мажутся мужа жара 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 жареная в общем сейчас мы прогуляемся тут и пойду работать у меня сегодня клиенты есть я думаю что еще и бабушки какие-нибудь все таки им завтра на кладбище нужно будет идти все окошку нашу кошку нашу чарли китва китва да валент какой смел там еще одна но тут бежит короче где-то тут опять стреляют и чарли такой ну его нафиг прогулка пошли скажет домой до чарли боишься каш нафиг гулять думать безопаснее ну парикмахерская для него тоже дом смотрите облако как и него такой круглая интересно такой вообще тарелка и ложная я еду домой дорога серою лентой бьется залита дождем смотровое секло только у нас солнце парит ветер теплый летом ах летом вот так вот а еще я каждый день езжу по этой дороге вот два раза даже иногда и четыре раза в день и в общем каждый день здесь есть задавленные животные вот каждый божий день кто-то задавлен либо кошка либо какой-то не знаю хорек или еще что-то вот на обочине они лежат так жалко вообще собак конечно редко но и собаки бывают из такая промышленная зона знаете здесь собаки и в общем так жалко вообще сегодня вот рыжий кот на обочине был задавлен поэтому надо здесь аккуратно ехать здесь и так поставлен не больше 60 но никто не соблюдает хотя здесь часто полиция стоит вот на этом участке очень часто собаки разные встречаются убитые едет пожарка у кого-то пожар видите как едет пропускают все дорогу тут начинается наш город я заезжаю с другой стороны чтобы не проезжать по через весь город там видите меркадона вот там вдалеке аль кампо и вот начинается все немножечко поехала домой не на облако такое интересное просто неудобный на дорогу смотрите на камеру ну ну Продолжение следует... Продолжение следует... Вот, надо купить хлебушек кусочек. Без него ни туда и ни сюда. И всем приятного аппетита! Сегодня у нас, кстати, Хэллоуин. Ну, а в основном это отмечают дети, подростки. Вот. И вчера нам сказали, что нужно на тренировки приходить либо разукрашенными, либо в костюме каком-то. Ни того, ни другого у меня нет. Да я и не любитель. Я как по улице-то пойду в таком наряде, да, или там разукрашенная. С другой стороны. А если там все будут нарядные, ну, ряжены-приряжены, а я нет, тоже как-то не это. В общем, вот у меня какая дилемма-то вчера была. Представляете, что делать я... Что мне делать я не знаю? Полюбила и страдаю. От чего страдания? Нету мне внимания. Да, но я только не полюбила. А то, что одевать или не надевать. А что одевать? У меня же нету. И покупать ради одного, как говорится, тренировки. Чарли тут за мухой гоняется. Я уже в инстаграмчик стори, опс, стори сделала. Вот он любит за мухами гоняться. И вот сейчас опять в инстаграм зашла. Там вот идут все оповещания, что типа Хэллоуин. Хэллоуин надо наряжаться, нужно отмечать. В общем, живем, увидим. Я ничего не буду надевать. Нету, говорю. Покупать ради одной тренировки особого желания нет. Попробую поснимать как-нибудь. Окульта. В общем, даже не знаю, что делать. Вернее, знаю, но как бы... А вдруг я там буду одна такая, не накрашенная. Я вот так сделаю. Сгодится. Вот так вот. Хэллоуин. Чего только не придумают, а? А вы отмечаете Хэллоуин? Вообще, в ваших странах там или... Отмечают этот праздник? Здесь он как-то более детский. Знаете, у кого даже детей нет или еще что-то, даже о нем и не знают. Вот у меня сегодня клейники были. У них дети уже взрослые. Они даже и ни сном, ни духом. Они готовятся, знаете, к чему? Завтра день всех святых. Дед Де Торо Сантос. Или в простонародье день всех мертвых. Идут все... Все сегодня поголовно покупают цветы. Вот. Все клиентки сегодня. Ой, я уже за цветами сходила. Столько-то потратила. Вот. Убирают могилки сегодня. Вчера. Ну, у нас в течение этой недели убирали могилки. Ну, там могилки-то, господи, не как наши, а знаете... С ним... У меня есть два видео. С кладбища заходите, смотрите. Ой, просто там поискать, если... Может быть, ссылку оставлю, если вспомним. На кладбище, какое там кладбище. Вот. И все несут завтра цветы. Вот, знаете, это что-то напоминает, вот как у нас Пасху. На Пасху все идут у нас на кладбище. И здесь точно так же. Вот. И что я хотела сказать. И вот мои клиентки, они даже и не знают, что сегодня какой-то Хэллоуин. Вот. Ну, и на улице никто наряженный и разряженный не был. Так что вот такие дела. И вот сейчас что-то в Инстаграм опять залезло. Там на этой странице с моего фитнес-клуба, скажем так. Так, что сегодня вот праздник, надо быть наряженными. А как это сделать? Никак. Все, Чарли, наловился? Ну да, стамок? Ну да, ну да. Такий, Мира. Такий. Да? Вот она. Вон она, вон она, вон она полетела. Ты ее не видишь ни хрена. Буду дальше в Инстаграм лазить. Это вот я хотела про Хэллоуин сказать. Вон она, вон она, вон она, вон она. Вы знаете, в доме намного прохладнее, чем на улице. Это как? Фух, жарищи. Смотрите, сережки аж прилипают. Заходишь в дом, так прям прохладненько, хорошо. Иду в спортзал. Я на два занятия записалась. На два. Одно я знаю. Ну, это что я вам показывала. А вот второе, даже не знаю, что меня там ожидает. Ну так, более-менее знаю. В общем, пипец, подкрылся незаметно. Но у нас завтра выходной. Поэтому за два дня буду сегодня заниматься. На улице ужасный ветер. А у меня дома все открыто. Наверное, там все летает. Если только Чарли не захлопнула в спальне. В общем, не знаю. Бегом, бегу домой. Вы знаете, сейчас дома расскажу про мои занятия. Везде гуляют молодежь, переодетые в эти всякие там... Ну, вы знаете, зомби и все такое. А вот музыка играет. И ветроган. На улице тепло. Я иду в майке. И мне даже жарко. Но мне еще после занятий, наверное, все жарко. В общем, я побежала. Там Чарли дома. Ураган такой. Не надо было домой бежать. Муж дома оказался. Как раз у меня позвонил. Говорит, знаете, прикол, зачем позвонил? Ты скоро придешь? А то я сейчас в футбол ухожу смотреть. А Чарли один дома останется. Да, вот проблема-то. Чарли дома один останется. Я говорю, нет, уже подхожу. Ой, ветер такой. Тепло так вообще. Ну, ничего не откроешь, потому что все улетает. Вот. Про спортзал. В общем, на какие я занятия хотела. Я сегодня на два занятия ходила. Вот силовые занятия. И второе. Я... Там такие названия все английские. Какие-то бодипам. Еще какой-то комбат. Что-то такое. В общем, хрен поймешь, что это такое. Вот. Но я пару раз видела, как они занимались. Это что-то типа того, знаете, типа бокса. Только вот без всяких этих... Без всяких принадлежностей. А вот в такой, как бы, танцевальной форме. Даже не танцевальной. В общем, бегаешь, прыгаешь, как лошадь. И вот это вот все. Вот так вот. Тук-тук-тук. Типа бьешь кого-то. Короче, я сегодня от кого-то отмусолила. Целый час мусолила кого-то. Это они... Он такой, это еще тренер такой говорит. Вы представьте, кого вы типа это бьете. Я говорю, ой, блин, это мне тогда часа три надо. Шутка. Вот. Очень понравилось. Столько энергии высасывает. Больше даже, чем... И вообще я над собой поражаюсь. Я удивляюсь. Думаю, я вообще человек не спортивный. Спорт мне никогда не нравился. Но тут мне нравится все. Куда бы я ни пошла. Ну, я прям вообще комсомолка. Вот. Так что буду вот по вторникам там тоже после вот этого буду заниматься. Потому что мне действительно очень понравилось. И там еще тренеры. Они молодые парни. Лет 20-25, наверное. Их два. И вот они сегодня вышли. Тренеры, да, все были наряжены. Видите, опять уже с арая сижу. И знаете, как наряжены были? Ой, я не могу. Все там девчонки. Это все. Значит, лицо у них намулевано там типа. И в фартуках. В одних фартуках. Ну, и шорты, естественно. Ну, вы представляете, да, какие там тренера. Все с мускулами. Вот. И, в общем, вот. И в конце они там этот фартук сняли. И, в общем, очень интересно было. Стриптиз, скажем так, бесплатно. Вот. Дети какие-то ходят. А вот. Ну, вот все вот такое в шут, в шуточной форме. Зато потом, вот после занятия, было занятие сумбы, куда я, естественно, не пошла. Потому что на третий час меня бы не хватило. Даже на четвертый, потому что перед тем, как идти на спортзал, я же с Чарли еще там потопала 6 километров. Вот на сумбу все были женщины наряженные. Вот они там, кто, кто вот это вот, Джокер, кто там, какая-то там, ну, вы поняли, да, тематика Хэллоуина. Вот. Все там смеялись. Вот. Но я уже все, у меня уже сил не было никаких. Завтра у нас такая программа. Так что не забывайте подписаться. Завтра у нас будет и встреча с друзьями, и шоппинг необычный. И обед в ресторане завтра у нас будет, и поездка в Гранаду, и все в одном влоге. Как вам такая идея? Если вам нравится такая идея, пишите комментарии. И я обязательно на них отвечу. Вот. Так что день обещает боль. Да. Даже поход на кладбище. Да, да, да. Мы завтра и на кладбище сходим. Видите, как он... Ну, естественно, и с вот этим погуляем. Все. Он лежит, моя шлядка. Вот любит он, где помягче ему. Не надо вот ему где-то вот твердо. Он помягче, где любит. Вот. По планам он... Я сейчас немножко остыну. И пойду ананасик, наверное, полопаю. И все. Потому что время уже 10-й час. Сегодня у меня большой брат по сценарию, по телевизору и отдыхать. Потому что завтра у нас продуктивный будет день. Кайф. Отдыхать. Знаете, одно... Вот я люблю свою работу, но иногда хочется вот просто, знаете, без каких-то обязательств. Что нужно вставать, идти на работу. Просто вот знаешь, что завтра ты будешь душой отдыхать и телом. И телом, да. Завтра мне никакого спорта не предвещается. Ну, кроме шоппинга. Шоппинг же это тоже спорт. Разденься, оденься, померяй, нагнись, присядь. Очень много энергии уходит. Вот. Что еще рассказать? Больше нечего мне рассказывать. Ждем завтра. И всего вам самого лучшего. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok